что если не будет карантина, мы умрем от вируса, а если мы будем долго в карантине, мы все умрем от голода, от стресса и от всего остального. Значит, вот идет попытка успокоить людей, что можно сделать все в более нормальном стабильном виде. Значит, в заголовок такой «экономика в период карантина может быть стабильна». И третья строчка «как угодно долго». Это может шокировать людей, которые… Одну минуту, мы… Давайте… Сейчас, я как лектор кусочками говорю, а потом инициирую диалог, как оно лучше. Вот. И, значит, о чем мы говорим? О том, что есть два сектора в экономике. Сектор А, который продолжит работать во время карантина, это еда в широком смысле слова, там и сельское хозяйство, и пищевая промышленность, поставка еды в дом людей, там, либо магазин, либо доставка на дом и так далее. Медицина должна работать. Жилье наше, мы должны в нем жить, и оно должно функционировать, поддерживать, если что-то ломается, потекло или электричество пропало, надо чинить. Интернет сегодня стал такой уже совсем базовой потребностью. Ну и, кроме того, те, кто работают по интернету или учатся по интернету, работа, образование – это очень широко. Образование – это и школьники, и студенты, и образование взрослых людей, а также работа в хай-теке, бухгалтеров, огромного-огромного количества других людей, связанных с любой бюрократической работой, но, я думаю, и не только, даже клубы по интересам можно вести по интернету. И, конечно же, помощь стариками-инвалидам – это все в период карантина должно полностью функционировать. И, понятно, что список намного больше, тут еще будет, можно много других вещей поставить. Нет, сейчас я закончу вот этот слайд, и мы готовы обсуждать с большим удовольствием. И сектор Б – это тот, который в основном закроется во время карантина. И мы говорим, что он большой, потому что общество стало богатым, и на наши базовые потребности мы, грубо говоря, тратим 50% общественной энергии, общественных ресурсов и трудовых ресурсов, и все остальное. А 40-50% тратим на туризм в широком смысле слова, там, самолеты, поезда, гостиницы, рестораны – это отчасти туризм, отчасти, как говорится, нет, нет туристов. Тренажерные залы, спортивные арены – это с одной стороны, а с другой стороны – производство, производство автомобилей, допустим, очень сильно может пострадать в этот период, потому что спрос упадет, и понятно, что производство там горючего, нефти, бензина и так далее, спрос на них тоже падает. И наше основное утверждение будет, что даже если сектор Б закроется, то люди, которые работают в секторе А, они, в общем-то, в мирное время, вне карантина, они поставляют услуги всему обществу. Если мы организуем экономику так, чтобы они продолжили поставлять свои услуги всему обществу, то утверждение такое, что можно будет спокойно пережить карантин и, опять же, существовать в этом состоянии неограниченно долго. Понятно, что в обычное мирное время мы платим всем, кто там связан с сектором Б, мы просто покупаем их услуги, а во время карантина придется искать творческие решения. Самое простое – это увеличенный подоходный налог, но мы говорили, что и другие частичные решения могут комбинироваться. Это как, как это говорят, подарочные карточки. Это покупать заранее услуги там любимого ресторана с тем, чтобы воспользоваться им после карантина или отчасти даже становиться совладельцем собственности. И, по-моему, там мы перечисляли еще разных несколько пунктов. Следующий мой слайд, я вам только уголком его покажу и вернусь сейчас обратно, это на примере двух секторов, из которых один, например, печет нам, выращивает и печет хлеб, а другой производит одежду. Как экономика такая двухсекторная может функционировать? На примере цифров. Но я сразу возвращаюсь на первый слайд, и тут, да, мы можем открыть маленькую полемику. Обсуждение, я вам скажу. Да. Александр, по-моему... Да, можно буквально, значит, два... Ну, одно очень большое замечание, просто-напросто в сектор, нужно входить, грубо говоря, инфраструктура еще, то есть, ну, в том числе, производство электроэнергии, там... А, электрия, ну, я это... Газа и так далее, это... Все, что обеспечивает наше жилье, то, я согласен, это надо расширить. То, что обеспечивает наше спокойное существование в доме, ну, и, конечно, существование медицины, больниц, там, и... Понятно. Ну, скажем, электроэнергия, она потребляется не только в доме, но и на тех предприятиях, которые работают. Да, да, согласен, согласен. Список может расширяться. Сейчас мы о главной схеме. Мы детали потом можем перейти. На главную концепцию это не будет влиять, потому что я сразу, за этим слайдом, покажу вам экономику, где производится только хлеб и одежда. И, на самом деле, на этом простом примере можно также все понять, как на примере, где будет там 20 пунктов в каждом секторе. Можно к следующему переходить? Вот, еще, в общем, надо бы включить то, что в отношении работы, это, скажем, все экспортные отрасли, в принципе. Экспорт у нас будет на следующем слайде. Я согласен. С этим я тоже согласен. То есть, кроме, вы хотите совершенно справедливо, Александр, сказать, что кроме работы и образования, которые по интернету, возможно, что заводы, которые производят важную продукцию на экспорт, они тоже должны производить работу. Я согласен. С соблюдением... Это экспорт... Я предлагаю не уходить в сторону, потому что... Это экспорт, это вопрос обороны и так далее. Да-да, я аккумулирую сейчас внимание на одной простой картинке. На простой картинке есть... Еще один момент, не связанный с этим. Можно еще один вопрос? Нет-нет-нет. Самая ваша первая фраза, что это мог быть сколь угодно долго. Вот это, по-моему... Александр, я предлагаю... Это была провокативная фраза, но не для обсуждения на этом этапе, а для обсуждения в конце. Хорошо? Понятно, потому что, по идее, провокации как раз он того дед, чтобы на них как бы сразу... Нет, а вот я спровоцировал. Это как один киногерой, по-моему, Челентано говорил девушке своей, я знаю, как заинтриговать человека. Вы знаете эту шутку, да? Да-да. Она его спрашивает, как? Он говорит, завтра скажу. Вот я вас заинтри... Ну, не вас, конечно, я заинтриговал слушателей, потому что вы все это уже более-менее знаете. Вот. Значит, допустим, вся экономика состоит из двух отраслей. Но я вам попробую обосновать, что вот то, что мы говорим, это достаточно, чтобы понять сложную картину, поскольку там у нас два сектора основных. Вот, допустим, есть пекарь, который... Даже такой хлебороб-пекарь, черточка. Он и выращивает хлеб, и печет хлеб. И, допустим, он на 20 тысяч, не знаю, шекелей производит в месяц хлеба. При этом 10 тысяч уходит на материалы, помещения и так далее. А 10 тысяч он получает в свою зарплату. И есть, не знаю, портной, который на 20 тысяч шьет там брюки, платьев. И опять же 10 тысяч материала и 10 тысяч труд. Чтобы их уравнять. Вот две отрасли. Вот это будет Б, это тот, который вынужден будет закрыться. Значит, как они могут работать? Это как пример только. Ну, как я уже сказал, хлебороб 10 тысяч в свой карман получает, и портной 10 тысяч. А 10 тысяч они возвращают на средства производства и материалы. Тут просто как вариант. Допустим, это такая замкнутая система, и материалы приходят в нее снаружи. Там зерно покупают в Аргентине. Значит, хлебопек, хлебороб, хлебопек, он должен, как выяснится, неплохой вариант для него, на 13 тысяч продать хлеба на экспорт. Ну, это нереальный вариант. Но будет говорить, что у него такой хлеб, который он упаковывает и хорошо и продает. И 7 тысяч будет на потребление всего нашего общества. Всего нашего общества. И совершенно симметрично у портного. 13 тысяч на экспорт и 7 тысяч на потребление. Вот, теперь идем дальше. А кто потребляет? Хлебороб, хлебопекарь, портной. И мы добавили учителя. Учитель представляет всех работников в государственной сфере. Тех, которых мы оплачиваем из налогов. И пенсионер. Допустим, для упрощения, пока мы рассмотрим, потом это можно будет расширить, что пенсии тоже платятся из наших налогов, потому что можно обобщить понятие налог. Можно сказать, что все, что мы выплачиваем, и как обычные налоги, и как социальное страхование, и то хлюми, и даже пенсионные фонды, все это одним словом можно будет сказать. Вот, пекарь должен дать хлеб всем этим людям. И мы у пекаря хлебороба, допустим, вот сейчас я... О, вот этот квадратик очень важный. У него на хлеб уходит две тысячи в месяц. У него там жена, дети и так далее. И будем говорить, что и у портного есть жена и дети, и у учителя есть жена и дети. То есть у них у всех уйдет... А ну, я правильно сделал? Оп! Да. У них у всех уйдет по две тысячи на хлеб, а пенсионер, допустим, ему детей не надо кормить, у него тысяча уйдет на хлеб. И то же самое мы говорим на одежде. У каждого из работающих уйдет по две тысячи, и у пенсионера тысяча. И тут я игрался и свел, значит, вот эту строчку налогов, как они должны заплатить налоги, чтобы учителю была зарплата, и пенсионеру было тоже что платить. Допустим, пенсионеру из налогов. Условно сказать, у нас налогов. Вот тут я предлагаю помедитировать над этой картинкой, потому что в ней очень много сведено вместе. Потом от этой картинки мы перейдем к очень важному следующему шагу. А что произойдет, если предприятие портного полностью закроется, и одежда перестанет шиться? Но пока хорошо понять введение баланса. Я помню, Ара буквально на ходу этот баланс, и Александр, наверное, тоже. Да. У меня буквально один вопрос. Что было до того, и что стало после? Вот все, что нарисовано на этом слайде, это до кризиса, до карантина. Это мирное время. Это до карантина, понятно. Да, это обычное мирное время. В обычное мирное время, кстати, я тут не успел сказать, я еще им дал строчку сбережений. Но это, между прочим, мне кажется, более-менее нормально, если 20%, да, 2000, там, семья откладывает на что-то будущее. Или на черный день. Ну, пенсионер, будем считать, что у него уже есть сбережения. Он просто тратит ту пенсию, которую получает. А, еще один момент. Это нестандартная экономика. Поскольку хлебы и штаны не очень удобны в качестве сбережения использовать, то в этой такой очень ограниченной экономике экспорт, он превышает импорт. Вы видите, они по 10 тысяч на материалы расходуют, импортные материалы, допустим, да? Да. А продают на 13 тысяч с тем, чтобы по 3 тысячи от каждой отрасли пошло на сбережения. И мы видим, что хлебороб, портной и учитель, они по 2 тысячи, как раз в сумме 6 тысяч на сбережения. Так что вроде бы баланс сведен. Вот тут все, вот тут я готов к обсуждению. Но именно этой части, пока не других тем. Ну, здесь что-то новое по сравнению с тем, что... Нет, но это же для слушателей, Аарон. А. Это же как бы мы... Вы участники... Предлагаете стать на точку зрения слушателей, которые... Не знаю, не знаю, не... А, Аарон, вы могли бы к микрофону приблизиться? Вас не очень хорошо... Вы имеете... Вы хотите, чтобы вы стали на точку зрения слушателей, которые не в теме как бы... Ну да, которые... Ну или можете от себя, да. Ну да, так чтобы... Ну или если у вас были вопросы там в прошлом, можете их повторить. Не знаю. Или просто прокомментировать. А если нет, то мы можем дальше идти. Ну. Мм. Если грамотно облачить это все... Аарон, вы должны громче и ближе к микрофону. Очень плохо вас слышно. Если это грамотно все подать, ну, действительно хорошо подать, то, наверное, проглотит это все. Люди не то глотают. Ну ладно. Я все-таки на нормальных здравомыслящих людей. Если у вас есть какие-то соображения по этой схеме, то скажите. Один ленинградский тогда еще журналист убедил всех, что Ленин это гриб. Подождите, подождите. Аарон, я призываю вас сконцентрироваться на... На узкой... Я зачем? Я могу более ранней версии. Там еще, по-моему, где-то в 1880 году... Подождите, подождите. Я слышу... А хочу слышать конструктивную критику или утверждение, что эта схема, она более-менее используется, да, и нормальными экономистами. Ну, пока... Пока можно двигаться дальше. Я не вижу... Я хочу одно... Я не вижу логических просветок. Я хочу только одно замечание сказать. Обратите внимание, что эта схема, она включает почти все. Допустим, если есть государственная медицина и так далее. То есть попробуйте назвать какой-нибудь характерный расход экономический или доход, который в эту схему не уложен. Скорее всего, вам удастся, а я буду пытаться тогда выкручиваться. Ну, полицейские входят, армия входит, да? Медики входят. Кого вам еще хочется включить, кто не может уместиться в эти тесные рамки? Сейчас, минуту. Под хлеборобом мы понимаем, грубо говоря, все сектора группы А, а под подным все сектора группы Б. Да, да. Да? Плюс еще вводим учителя, который... Бюджет, это называется бюджет. Это государственный сектор. Учителя государственный сектор. Это те, кто же получает зарплаты из госбюджета. У нас там можно на минутку? Вверх? Подняться, да? Да, чуть вверх, да. Сейчас, сейчас, подождите. Второй страничке. Где вы перечисляли... А, вот, вот, да. Где вы перечисляли... Ну, вот, оно перед вами. Здесь у нас, как бы, сектор А, он включает и частные, и публичные, как они называются, общественные, ну, государственные. Нет, тут... Ну, ладно. Ну, хорошо. Аарон, спасибо большое. Это правильное замечание. Ведь мы же говорим, что учитель будет продолжать работать. Да, да, да. Вот то, что здесь медицина и так далее. Медицина и так далее. То есть вы совершенно правильно сказали... Нет, нет, ну, сейчас, одну секунду. Ну, хорошо. То, что мы назвали сектором А, оно будет включать в себя и хлебороба, и учителя в такой стиле. Ну, просто, да, у нас здесь есть... Другое разбиение. Я согласен, здесь не совсем точное разбиение. Но все, кто были там, они охвачены здесь. И общественным сектором, да? То есть, как раз... Потому что нам просто придется делить, проводить водораздел по общественному сектору. Нет, нет, нет. Вот я вас призываю... Давайте я вам дам следующий слайд, и наше обсуждение уже тогда станет совершенно предметом. У меня тогда еще один вопрос. Сейчас, нет, одну секунду. Можно? Нет, нет. Можно? Нет, нет, нельзя. Потому что есть ритм урока. Мы его должны соблюсти, а в конце будет еще для обсуждения будет еще больше времени. Давайте обсудим вот этот слайд. Он самый главный. Я просто не хочу, чтобы мы распылились по деталям. Этот слайд, он самый главный. Он говорит о том, а что можно сделать, если портной прекратит свою работу. Если портной прекратил свою работу, наши потребности будут обеспечиваться хлебопекарем. Мы будем все продолжать есть хлеб. Мы хотим, чтобы сохранилась денежная, рыночная экономика. Мы не хотели бы перейти на карточную систему по возможности. чтобы все ели хлеба столько, сколько ели до этого. Ну и учитель продолжит работать и, как говорится, будет учить детей там и хлебопека, и портного, и так далее. И чтобы пенсионер продолжал получать свою пиццу. Вот чтобы свести баланс, легче всего начать с портного, потому что он не работает. На одежду он тратить не будет. Значит, ему нужен хлеб. Ему нужен хлеб. И мы хотим, чтобы хлеб он ел вдоволь, столько, сколько ел раньше. Ну и учитель, чтобы ел хлеб, пенсионер ел хлеб. Теперь, ну, сбережений можно делать меньше в эти трудные времена. Мне пришлось уменьшить сбережения. Значит, неработающие люди на сбережения не тратят. Вы видите, у портного сбережений нет. А хлебороб тысячу тратит на сбережения. Но учитель скажет, позвольте, а я тоже полностью, полный день работаю. Обратите внимание, они оба работают полностью. И мы их должны поставить в одинаковые условия. Вот и учитель на сбережения, ему тысячи остается. Вот теперь остается вопрос, сколько надо в налоге дать, чтобы портному и учителю и всем было денег. И как показал простой расчет, значит, налог хлебороба должен теперь составить 7 тысяч, а не 4, как было раньше. То есть 70%. И обратите внимание, он реально-то учителю будут платить 3 тысячи, но написать ему надо 10 тысяч, но 70% у него тоже уйдет в налоги. Все. Вот теперь я уже полностью открыт в дискуссии. Если можно, вот по этому слайду, а потом расширить на более. Можно еще тогда вопрос немножко относиться к предыдущему слайду? Нет, ну ладно. Давайте, если можно минимизировать. То, что у нас, так называемые все, то, что называется МОТОД, Израиль и неправительственная организация. Да. Они к какой категории относятся? Хорошо, давайте оставим открытым этот вопрос, будем о нем еще говорить. Хорошо? Понятно. Ну, в общем-то, но этот вопрос остался. Хорошо, да. Оставим его. Сделайте заметку и обсудим. После того, как обсудим, я вот когда учу, а вот Александр тоже учитель, и Арон преподавал, он знает, что надо концентрироваться на теме, а потом можно в конце расшириться. Вот сейчас предлагаю сконцентрироваться на... Попробуйте вопрос на эту тему. На, на, не, подождите. Я предлагаю сконцентрироваться на этом слайду, я предлагаю сконцентрироваться на этом слайде. На этом слайде. Да. Вопрос такой, если говорить, что для Хреброя нужно давать 70% налогов, значит, это в этом случае у него будет сбережения, какие-либо или нет? А вот есть, смотрите. Это сейчас. Вы видите мой указатель, да? А, да, вижу. То есть там где-то... Значит, как я сделал? В правой колонке у каждого это то, что с ним произойдет во время карантина. Слева это мирное время, это очень легко сопоставлять. Видите, тут удобно сделать. Да. И он даже на сбережения сможет тысячу откладывать. Все-таки он... Откуда у пенсионера взялась единичка на одежду? В новом раскладе. Это не новый расклад, это старый расклад. Нет, нет, нет. Справа, справа. Аарон право. Аарон вспоминает ту ошибку, о которой я говорил давно. Что-то у меня там... А, вот что я говорил. Конечно же, пенсионер, видимо, одежду не будет покупать, потому что ее просто не производят. Но уменьшать пенсии – это негуманно. Пожилые люди, у них слабое здоровье и уменьшение привычного дохода может ввергнуть их в тяжелый стресс. Так что Аарон прав. А, тут эта строчка на самом деле будет с сбережениями пенсионера. Он еще сможет сбережения делать, чтобы одежду покупать после кризиса, например. Или своим внукам мороженое. Аарон прав, спасибо, да. Михаил, вы можете делать пометки в процессе лего. Если вы можете делать пометки, потому что я как бы... А вы разрешите мне... А, узкая на бумаге. А, вы имеете в виду отмечать на слайде? Да, на слайде, да. Это для меня немножко сложно. Я в акробат-ридере. Я знаю, в принципе, это можно. Ну, хорошо. Ладно. Возможно, случайно. Один маленький тогда вопрос. Тут вопрос такой. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Я, наверное, смогу это сделать. No comments yet. О. А, а, вот, вот, вот. Так, все. Аарон, спасибо большое. Вот так, да? Да, да. О. Да, вот мне как раз вокруг-вокруг к этому, вот это очень большое, потому что одежды у нас как бы нет. Да, да, да. Вот мы с Аароном это обсудили. На самом деле, это не одежда, это ему сбережение будет. Мы просто сказали, что негуманно пенсионер уменьшит пенсию даже во время кризиса, хотя его расходы уменьшились. И реально, во время карантина, там, пенсионеры на экскурсии, на концерты меньше ходят, да? Да, да. Вы, кстати, не забудьте сохранить потом это. А, ну вот, ну вот. Сейчас. По-моему, вот сейп. Вот я даже ему сделал сейп. Ес. Все. Он сохраняет даже, да. Ага. Вот, да, все, все, спасибо. Что? Какие еще мысли насчет экспортов и прочего? Это, кстати, для экспорта экономики. Сейчас экономика многих западных стран, она сбалансирована. И это большая проблема, потому что реальное сбережение, они это делать не могут. Они делают вид, что делают сбережение. Нет, это действительно только вид, что сбережение. А реально, каждое поколение, пенсионеры каждого поколения просто живут за счет тех денег, которые работающие этого же поколения дают. Да, да, да. По-английски PSU GO. Да. Можно я просто попробую ответить на вопрос Алекса, если я его правильно понял, про Амутод. Общественные организации, да. Подождите, одну секундочку. Аарон, мы с этим слайдом завершили, я все-таки хочу вокруг него остаться, а потом вернуться, потому что он сложный, и он решающий, и он говорит одну очень важную вещь. Если мы позволим себе, это психологически людям очень трудно, да, когда им скажут, что вот, чтобы спасти людей, жизни, страну и так далее, налоги работающих надо довести до 70%. Если люди на это согласятся, то в условиях карантина можно жить неограниченно долго, не опасаясь разорения, не опасаясь голода и так далее, и так далее. То есть, самый большой бич карантина, это, во-первых, нехватка текущих ресурсов, то, что мы боимся, и опасения, что их не будет завтра, да, стресс, который человек ходит. Вот есть такое сильное ощущение, что если общество согласится правильно перераспределить налоги, может, с того, кто 10 тысяч зарабатывает, может, чуть меньше 70%, но зато среди тех, кто очень много зарабатывает, как Александр говорил, там, в Америке во время войны до 90% доходили налоги. Мне кажется, это главное психологическое препятствие. Если люди поймут, что на короткое время это нормально делать, потому что на длительное время мы все, как говорится, сторонники свободной рыночной экономики, придерживаемся правых взглядов и говорим, что если высокие налоги, все умные люди уедут в Америку, и налоги не должны быть искусственно высокими, то на время карантина, видимо, можно с этим согласиться, это просто сохранение жизни и способность спокойно и как неограниченно. Нужно полгода, полгода, нужно год там до прививки сдать, ждем годы, развлекаемся на интернете, учимся на интернете, сближаемся с детьми и так далее. То, что мы с Аароном и Александром перечисляли, кстати, у нас нет на записи вот этого первой нашей беседы, да? Да. Зуме. Мы можем это упомянуть, потому что этот слайд, это как раз место для обсуждения, то есть у нас финансовый баланс сможет сойтись нормально, то есть мы не живем, не отбираем ничего у своих детей. И с другой стороны, то, о чем Аарон говорил и Александр говорил, что я, может, чуть-чуть участвовал, что и о образовании, и отношениях в семье и так далее, очень много выигрышей становится в период карантина. Как говорится, мы не должны этого ужасно бояться, быть в карантине продолжительное время. Да, я уступаю, я уступаю. Про АМОТОТ. АМОТОТ, насколько я понимаю, хотя они относятся к общественному сектору, они выполняют очень важные функции, берут на себя часть государственных функций, а иногда часть функций частного сектора. Ну, то есть, как компании по уходу за... Ну, как Яцара, то есть, или, как они называются, Ятезра и Шеламит. Это гигантский, ну, просто большие АМОТОТ, которые выполняют функции, важные общественные функции, которые в том случае или станут огромной нагрузкой на государство, если их убрать, или приведут к дикому рынку, если привести их в частный сектор. Подождите, одну секунду. Это хлебарок. Аарон, я пытаюсь присоединиться сейчас к вашей мысли. Если есть, нон-профит, я вот пытаюсь печатать тут, да? Нон-профит организация орг. Можете нажать на буковку и напечатать. А я все, я понял, но я уже как-то справился. Она, в ней работали люди, она поставляла услуги. Подождите, и за счет каких средств они в основном жили в мирное время? Мирное время. Что значит жили? Они жили за счет, то есть их услуги предоставлялись добровольцам. Ну, подождите, если они вообще вне рыночной, они не изменятся. Подождите, подождите. Они в карантине, как были, так и останутся. Какие проблемы? Одну минуту. Они не должны в нашу схему вообще... Они с нашей схемой не имеют особо сильной... Может, интеракция есть, но относительно слабая. Может, частью они жили за счет пожертвований, и портной теперь не будет там пожертвований давать. Можно так сказать, да? Арон, прошу прощения, конкретно в Израиле очень высокий процент доходов Амутод идет от государства. Конкретно у нас ситуация. То есть, грубо говоря, они пойдут, они отчасти в раздел учителя попадают, да? Да. Работники Амутод? Очень большие... По-моему, я читал цифры чуть ли не 70%, если не выше. То есть... Это государственных... Александр, значит, большая часть Амутод в категории учителя находится, да? Почему так получается? Почему... Доходы. Ну, потому что им платят зарплату из государственных денег. Как это... Это в Америке все, большая часть вот этой непрестной организации, это на пожертвования. А у нас более, мы более близки к европейскому модели. Я понял, я понял. То есть... Я прошу прощения, я хочу уточнить. Мы говорим именно те, которые выполняют общественные функции, потому что есть разные... Я цара. У я цары... Я не представляю просто... Куда... Я представляю просто объем пожертв более-менее. Я когда-то давно работал. И представляю расходы на зарплату. Там есть офис, ну, огромное здание. Есть... Может быть, речь идет о плате за помещение, которое принимается в качестве пожертвования. Подождите, Аарон, я очень боюсь, что мы немножко уходим в сторону от центральной темы. Может ли экономика существовать? По-моему, мы уже согласились более-менее, что часть работы Амутод может как хлебороб быть и часть как учитель, да? Хорошо. Пока приняли это как приближение такое, как аппроксимацию, которая пока... Часть как хлебороб и часть как учитель. Часть совершенно частная, а часть получает от государства. Да, да, да. Хорошо. Приняли так. А что значит большая часть, Алекс? Это больше половины. Больше половины, да? Я считаю, это для 70%. Это не то, что можно там, так сказать, в округлении это сместить. Может быть, это за счет учреждений культуры, это не важно. Это все вместе. Насколько я знаю, это все вместе. Там действительно достаточно много. Да, я понял. может быть. Может быть, они действительно все эти библиотеки, театры и консерватории, действительно. И университет, наверное, тоже. Нет, университет я не знаю. Ну, какие-то учреждения действительно зарегистрированы. Ну, да. Университетов это комбинированно. Профессора и работники университетов, они, будем говорить грубо, в категории учителя. Но также университет много средств получает от частных пожертвований на стипендии. Да, да, я понял. Хорошо, хорошо. Все, давайте. Вот самый главный, вот этот общий тезис, общее мнение, которое доминирует, к сожалению, сегодня не только в Израиле, но и во всем мире. Если мы закроемся на карантин, то мы погибнем экономически. Что можно сказать этим людям? Ну, вы хотите сказать, что если ввести вот эту шкалу, нет, не шкалу, а вот этот налог, военный налог фактически, налог военного времени, Да. И посадить тех, кто не нужен, не жизненно необходим, на карантин. Ну, то есть, до окончания, до вакцины, до чего-то там еще, то экономика, то есть, вот по этим, это не первое, вы понимаете, что это не прикидки, это модель, по которой... Вы знаете, это и модель, это и прикидка одновременно, потому что 40% налоги в мирное время, это Александр, он намного более эрудирован, он сразу нас поправит. Это сильно отличается от реального, или не сильно от реального? От реального чего, простите? Положение повседневного, сколько средний налог составляет от среднего дохода в Израиле. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Вот здесь, в этой схеме написано, от 10 тысяч, 4 тысячи в налоги идет. И, кстати, это обобщенные налоги, обратите внимание, что это включает и социальное страхование, даже пенсионные фонды. На самом деле, люди даже, может, больше тратят. Вполне может оказаться, что и больше половины, если вы на медицинскую страховку и все это, если объедините. Может быть. Может быть. То есть, это не только совершенно такая безжизненная модель, это довольно близко к тому, что мы имеем в повседневной жизни. Можно тогда еще один момент, который хотел сказать, на значительную часть, конкретно в Израиле, значительную часть доходов государства, например, от продажи недвижимости. То есть, из того, что, грубо говоря, мы платим за квартиры, за дома, очень высокий процент это составляет именно налоги, которые берет государство. Я это к чему, что в данном случае этот источник, как бы, если не будет, скажем, продавить, этот источник, он как бы перекрывается. доходят. Сейчас. Подождите, строительная промышленность продолжает работать. Вы хотите сказать, что спрос на квартиры может понизиться, потому что будет... Нет, нет, спрос, спрос, налог на имущество, наверное, так можно сказать. Ну, налог на землю более точно. Подождите, подождите. Вы хотите изменить по сравнению с тем временем, которое было до карантина? Нет, хотим узнать ваше мнение, что с ним... Хотим узнать ваше мнение, поскольку не мы изменяем, а ситуация изменилась, и, скажем так, доходы государства в этом, от этого источника, они резко сократились. Сейчас. Что будет компенсировать? Подождите, подождите, почему доходы государства от продажи земли под новое строительство, да? Да. Это, они должны сократиться, если объем нового строительства сократится. Ну, да, это самое. Подождите, есть причины? Я бы строительство просто в отрасли А, в сектор А включил, и все. Дело в том, что пока строительные площадки считаются одним из кластеров, интересно. Это организационное. Я не слышал, я не слышал все эти месяцы, чтобы останавливали строительство. И даже не считаю, что его надо останавливать, его, может, надо очень тонко организовать, чтобы бригады умеренного размера не меньше контактировали друг с другом. Это другая проблема. Я не слышал. Организационное строительство это чудовищная сила задач. подождите, подождите. Вы слышали, что вы поддерживаете остановку. Я против остановки строительства. И я не слышал, чтобы ее останавливали. Я знаю, то есть, ну, из иностранной печати есть статистики, что Сингапур, ну, не говоря уж о других странах, строительные площадки, где работали, правда, иностранные рабочие в основном. Стал одним из источников распространения, который был своевременно изолирован. Аарон, это важная тема для обсуждения. Мне кажется, это эпидемиологическое обсуждение, а не экономическое. Может быть. Закрытие строительства никто не планирует. В Израиле это очень горячая тема. Его не стоит закрывать. Его надо организовать просто так, чтобы меньше было заражений. А как вы его организуете, если... Ну ладно, я не буду. Я простой вопрос вам задам. Вы слышали в новостях, что в Израиле останавливали строительство? Ну, во время всеобщего карантина его останавливали. Мне это неизвестно. Нет, во время всеобщего карантина... А вот я слышал, что оно продолжало работать. Там рабочим с территории, там их просто курсирование прекратили, им дали наоборот возможность внутри Израиля. Я... Честно говоря... Это техническая вещь. В принципе, это более широкая категория АРОМ. Заводы, в первую очередь заводы пищевой промышленности, они же должны полноценно работать. То есть надо научиться, как... Вплоть до того, что мы говорили, мобилизацию, чтобы те, кто в бригаде, они жили внутри бригады и не ездили... Да нет, это понятно. Собственно, по этому пути пошел Сингапур. Строительные рабочие живут там в каких-то... Ну и все, да, они живут. Изолированы от остального населения. и даже более должны изолированы от других работников. Там какая-нибудь группа, 10 человек, если обнаруживается в ней больной, они все должны уйти на карантин по 11, они вместе. А другая группа, где нет больного, она спокойно может работать, она не будет никого заражать, и никто от нее не будет заражаться. Хорошо, приняли как. Хорошо. То есть строительство... У вас просто нет этого строительства, может вы сразу... И не нужно, потому что это... А, это сектор... мы просто одним словом отвечаем. Строительство, это сектор... Ну хорошо, но вы включите его все-таки. Там очень много... Инфраструктура, оборона... Я согласен. Оборона строительства должно быть эксплицитно. Это потому что... Место в слайде. Так, хорошо. Так, Аарон предлагает, чтобы я печатал с какими-то крупными буквами. Да, можно нет. Инфраструктура, оборона, экспортные отрасли и строительство. Строительство и расширить, да? Мы одно, расширить. Этот список будет намного большим. Я совершенно... Расширить. Расширить. Я не вижу... буквами... Да, путь будет, да. Строительство расширить. Хорошо. Строительство и... и все... и прочее. И прочее. Ну, хорошо. Ну, где там курсор и прочее. Ну, курсор исчез. Да, оставьте, ладно. Я... А, все исчезло. Ну, ладно. А, во-во. Нет, вот, появилось, просто возьмите... Я сохранил, это расширить, это нам напоминание, что список можно намного больше сделать. Хорошо. Все, все, все. Так, да. Что? Так что, мы пришли к заключению, что да, можно остановить сектор... Самое главное заключение. Можно остановить сектор Б и вопрос, самый главный, это уже внеэкономический, во многом вопрос, как сделать людей счастливыми с остановленным сектором Б. И это мы обсуждали на нашем самом первом, на нашей первой зубстрече. И может, поскольку сейчас идет запись, и каждый вспомнит, что он говорил, может, как вам кажется, хорошо будет? Я лишь отмечу, что в сектор А должны попасть те новые отрасли экономики, которые будут развиваться. Да. Ну, я сказал, экспортные отрасли. Нет, Аарон имеет в виду дистанционное образование, например, дизайн помещений, ну, то есть, дизайн, когда... Аарон, ну, если вы будете у себя список писать, потому что я плохо... под диктовку. Я его уже написал где-то. Не-не, ну, вот сейчас, если вы будете, потом мы включим. Сейчас, хорошо. Или печатать в сообщении имейла, мы потом все его увидим. А, но потом чат разве сохраняется? Нет, в чате не нужно, лучше в имейле печатать. Я тогда имейл действительно открою. Можете сейчас открыть имейл и просто в него добавлять по ходу разговора. Ага, хорошо, все переделать. Вот. Как людей сделать счастливыми во время карантина, да? Во-первых, мне очень жалко, я так надеялся, что Академия Хана, это мероприятие, когда... Это уже для слушателей надо помнить, что товарищ по фамилии Хан... Как зовут то ли Сальман? Я уже... Кого? Хан, который выложил за всю среднюю школу учредитель уроки. Он не учредитель, он все уроки эти своими ручками написал. Уроки за всю среднюю школу. Не только сам материал в виде 10-минутных видео, написанных ручкой на экране, но и систему домашних заданий, с деревом развития и так далее. Просто полноценная, не просто полноценная, а гениальная система образования, которая, как мне кажется, детям намного лучше, чем учение в школе такого средненького, к сожалению, учителя. Учителя на маленьких зарплатах, они, конечно, не очень высокого уровня. О чем еще Аарон говорил? Или Александр при первом нашем, если вы вспомните немножко. Я, наверное, не так легко. Я должен найти текст, извините, он у меня где-то был. Ну, хорошо. Может быть, даже я его выкладывал в Facebook. Ну, хорошо. Все. Значит, тогда я могу закончить скриншеринг, чтобы мне уже от роли ментора я порядком подустал. Завершаю шеринг и перехожу на нормальное сейчас, стоп, все, перехожу на нормальное общение. Смена ролей, как я говорил. попробую найти. Сейчас попробуем найти. И шеринг Аарон, вы помните, что это самое... То есть, каким образом люди могут согласиться на эти меры, скажем так? Ну, вы имеете в виду мотивацию, да? Да. Поскольку вот то, что мы говорили, как было... То есть, что это возможно? Мы говорим, что было в Америке в годы Второй мировой войны. Но как сделать... Если можно убедить людей на такие же жертвы, на такое же поведение, какое было тогда? Ну, мне очень понравилась идея Михаэля. То есть, расширить круг добровольцев. Которые... Кстати, у Беннета эта идея тоже проскальзывала. Говорит, что сделайте тех людей, которые сейчас безработными, привлекайте их для работы, для расследования этих случаев инфекции и всего прочего. То есть, дайте им челлендж какой-то. Дайте им возможность участвовать в... Ну, самим в борьбе с короной. Армия спасения. Ой, я забыл. Это исторический термин армия спасения. К чему он применялся? Нет, это, в принципе, существует такая организация, сама армия спасения в Америке. Это что? Это какой област? Да, именно помогает. Это именно помощь больными нуждающимся или что? Да. Да, скорее более нуждающимся. Нуждающимся, да. Нуждающимся. Начало 20 или конец 19 века, наверное. Да, но она до сих пор существует и функционирует. Да, я помню. Я помню по фильмам «Черви-Черви». Станатность до сих пор есть. Черт, черт. Ну, а еще одно замечание, тоже то, что мы в предыдущие разы обсуждали, немножко я коснулся мельком, что повышение налогов, что повышение налогов может быть более умеренным, если будут другие меры помощи остановившимся секторам, да? Покупка их будущих услуг, покупка их… А вот что, целых 4 пункта когда-то у меня было, их тоже где-то надо. Я прошу прощения, я нашел не то, что не полные, но частичные. Сейчас, одну секунду, я только фразу хочу такой. Покупка их будущих услуг, покупка доли в их предприятиях и какие-то еще 2 пункта за счет этих средств. А, государственные облигации военные, это тоже немножко легче, чем налог, потому что их более добровольно платят и имеют небольшую, там двойная мотивация, что ты помогаешь обществу и что ты немножко надеешься, что там в лучшие времена оно тебе вернется. Это психологически немножко легче, чем налог. И может увеличить прибавленную стоимость. Прошу прощения, в год РВР это были то, что называется, государственные облигации. Ну, я это имею в виду. Которые, кстати, не только в Америке, это были и в Советском Союзе. Да-да-да, конечно. И для справки в нацистской Германии тоже. Я к тому, что если это выпустить массово, то, может быть, налог не станет 70%, а будет несколько меньше. Так, можно я зачитаю то, что это был набросок, это не телемедицина. Да-да. Медицина и телемедицина, ну, это и достаточно естественно. Все связано с медициной и телемедициной, да, и средства экспресс-диагностики, в том числе и портативные у каждого. Все, что связанное со второй шкурой, так называемой, да, как это сказать, ну, то есть удобное средство защиты. То есть все это должно развиваться, да? Как раз это то, что было в нашей беседе, что, к сожалению, медицинские учреждения становятся основным местом заражения людей, которые повышенного риска. Вот пойти к зубному врачу – это номер один, и попасть в больницу, там, не дай бог, или в поликлинику – это тоже номер один, не знаю, кто из них будет. Про зубы я ничего не знаю, как раз говорить, но телемедицина и средства экспресс-диагностики, я знаю, что были какие-то стартапы, не знаю, насколько успешные в Штатах. Ну, экспресс-диагностики, ну, то есть какие-то точки замеряются человеком, и он дает, ну, какую-то картину своего состояния. Не градусник меряет, а какие-то… Вы имеете в виду обнаружение вируса или какие-то другие цели? А, просто что усилие людей может быть направлено в эту область? Усилие хай-тека может быть переориентировано после всех этих на эту область? Конечно, не только провинция. Я понял. Удобные и модные средства защиты, которые не мешают работать и коммуницировать, это важно, да? То есть, чтобы человек, защищенный от этого, мог улыбаться и говорить. И был понятен, как будто близок, да? То есть, это важно. А, прозрачные маски, что ли? Как? Прозрачные? А что, меня плохо слышно, да? Нет, нормально. Нет, нормально. Сейчас нормально слышно. Прозрачные маски вы предлагаете? Или маски-экраны, у которых на экране снаружи будет ваша морда? Ну, условно говоря. Я понятия не имею, как это… Ну, мы имеем право пофантазировать. А вот очень важная тема. Вы знаете? Ара. Кстати, хотелось даже небольшой бренд-сторник. Экзамены по ЗОМу сейчас оказались центральной темой карантина. Студенты в ужасном стрессе. Потому что одни говорят, что все списывают, другие говорят, что даже в туалет нельзя будет пойти, потому что будут бояться, что ты списываешь. Сделать, продумать, как делать надежные экзамены на расстоянии – это большая исследовательская тема. Но процедура-то… Как это называется в медицине? Написать процедуру – это не что-то сверхсложное. Ну, люди пишут, а взломщики находят, как в этой процедуре найти слабое… Ну, так это всегда были списаны суда студентов. Это и приживок. В ужасном стрессе, вплоть до того, я даже по радио сегодня слышал, государственный экзамен по… медицине, по-моему, что-то… То ли его отменяют, то ли силой переносят его в помещение, хотя люди кричат, а я там в группе риска, что же вы со мной делаете или заставляете меня отказаться от экзамена? В смысле? Ааран, если хотите камеру немножко поднять, чтобы мы вас видели. Сейчас, одну минуту, я прошу прощения. Я переключу мышку. Перебазировались. Так, все. Так что вот предлагаю, предлагаю Аарану и Александру дома продумывать все мысли положительные насчет экзамена по Зуму и мне потом рассказать. Михаэль, вот вы говорили сами, что не будем даваться в частности. А, ну все. Ну ладно, тогда давайте ваш список. Давайте, да. Давайте вставаться. Я думал, что вы уже закончили такую официальную часть. Нет, я… Все, все, все. Секундочку. Он у вас на экране список? Он у меня сейчас на экране. Если вы сделаете скриншеринг, будет удобнее нам и слушателям. Он, к сожалению, на Фейсбуке. Я сейчас попробую. Ну сделайте, вы сможете и скриншеринг, сделать фейсбучного экрана и все. Хорошо. Давайте я эту часть от скриншерю, а потом… Только как я это… После чего вы читаете, вы можете скриншерить. Сейчас. Я не вижу просто, где это… Как делать скриншер? Это внизу зеленая кнопочка. Внизу зеленая, да. Посередине. Внизу посередине зеленая кнопочка. А, демонстрация экрана, да? Ну, у меня, у вас демонстрация экрана. Вот. По-моему. Да. Вот. Вот. Это мы обсуждали с Сергеем Симаковым, потом я дополнил его. Хорошо. Показывайте мышкой, и мы будем за вами следить. Да. Собственно, все. Не-не. Ну, вы читаете, можете показывать мышкой то, что вы обсуждаете. Медицина, средства, экспресс-диагностики. Вторая шкура, удобные и модные средства защиты, не мешающие работать. То, что вам так понравилась идея с маской. Рабочие места. В самом широком смысле имеется в виду рабочие места. Да. И чтобы вам удобно было работать дома, чтобы вы не ощущали дискомфорта от работы до, ну, чтобы вам было комфортабельно работать дома. Да. Причем безопасность общественного транспорта. Да, видно, придется... Извини, прошу прощения, но тут сказано вентиляция. Насколько я знаю, именно вот кондиционеры и вентиляция в значительной степени распространяются. Да, да. Ну, смотрите, мне кажется, там может вопрос фильтров, если тонкие фильтры в кондиционерах. Но пока не если, потому что если... Потому что вначале будут устраивать кондиционеры, а потом думать о фильтр. За это время, в общем-то... Это... Это мы писали... Это для будущего. Мы писали в апреле. Александр, я так понял, это темы для будущего. Чем занят людей на будущее? Это, так сказать, 2030. Да. Когда там Путин переизбирается. Ну, хорошо. 36-го года. 36-го. Так же все достаточно просто. Дистанционка. Социально. Ну, во всех видах. В том числе управление. Обращаю внимание. Учет рабочего времени. Интенсивность рабочего времени. Это тоже требует... Кстати, есть стартапы, которые занимаются... Учетом интенсивности... того, насколько человек интенсивно работает на удаленке. Ой, я такое удовольствие получил последний месяц. Аарон, я вам рассказывал, да? Да, да. Я от вас научился, между прочим. Это вы, по-моему, отключаете телефон и все остальное на полдня. Социальные, ну, это достаточно элементарно. Это профсоциальные технологии, то есть социально безопасное поведение для социопатов, скажем так. Разработка и поддержка новых типов социального поведения. Вот, кстати, это как раз ответ на ваш, когда осознанное снижение потребления не вызовет у людей дискомфорта и депрессии. Да. А вот что, Аарон, вот так идти по пунктам, честно говоря, если бы я был слушателем нашей передачи, я бы, может, даже ее и выключил. Я, я, ну, вы попросили прочесть. Это частичный кусочек из обсуждения, который я для меня не претендую. Я никак не могу найти обобщающий текст. Я к тому, а стоит ли нам сейчас пару слов сказать, а как действительно переключить людей, которые привыкли, у них аддикция, допустим, тренажерный зал, это серьезная аддикция, мне кажется, да? Я не знаю, кто-то из присутствующих ходил в тренажерный зал регулярно? Для кого это третий? Александр, вы выглядите спортивно, вы, наверное, чем-то таким и занимались. Я бегаю, но в зал не хожу. Но вы бегаете регулярно. Если вас лишить возможности бегать, вы, наверное, себя плохо чувствовали, да? Да, абсолютно верно. Я думаю, что существует... То есть нужны домашние тренажеры, как минимум, да? Это самая простая проблема. А как быть с теми людьми, которые привыкли к этим тусовкам молодежным? Придется делать тусовки. Это, Аарон, мы эту тему тоже начинали обсуждать. Очень важная тема. Потому что Zoom, он дает только частичную имитацию обычного общения в помещении. Да, да. Если была такая система, где я могу приближаться и удаляться к различным людям или к группам людей, чтобы лучше их слышать, и они меня лучше слышали, и наоборот, отключаться от других, привлекать внимание людей, разработка таких систем, это было бы супер. И тогда молодежь вполне, она бы освоила тут другая опасность, ее бы от этого оттянуть уже было очень трудно. Кстати, вот эти разные компьютерные игры с virtual reality, они там взаимодействуют. Ты входишь в роль героя, и ты можешь с другими героями взаимодействовать. Или как? Да, я просто мало занимаюсь. Я не знаю, что сейчас. По идее, я знаю людей, которые живут в этом мире. Ну да. Причем именно в том критическом возрасте, молодежном, все эти клубы фанатов каких-то, там танковых, я не помню, честно. Так подождите, все-таки живут в виртуальном мире, и для них карантин не является проблемой. Я думаю, что да. Геймеры, или как там они называются. Да, да, да. Да, да, да. Так что вот как раз, наоборот получается, что они могут взять сверх задачу. Единственное, что мы чувствуем, что в этом опасность есть, да? Что люди туда погрузятся и не захотят уходить оттуда. Я даже помню, что, как его, Брейвик, да? Ну, вот этот, который в Норвегии массовый. Ну да, да. А, да, Брейвик, да. Да. Он брал социальный отпуск, по-моему, в течение полгода, или год в Норвегии, там год, по-моему, можно брать, и мотивировал это тем, что он хочет пройти все уровни какой-то игры. Помню? Где, не помню, как, ну, то есть это не Тетрис, я бы забыл, но какая-то игра, стратегия, квест, не важно. То есть, я помню, когда-то давно я читал статью о, так сказать, его жизненном пути. Я к тому, что человек может прожить, и еще бы игра не создавала дискомфорта, то есть, чтобы человек соразмерялся, да, помните, как у... Аран, извините, одну секундочку только. Мне кажется, уже можно остановить скриншеринг, мы прочли ваш документ. А, все, все. Тогда мы будем лучше видеть лица друг друга. Я, пожалуйста, конечно. как мне это сделать? Стопше, это в верхнем... А, оставить демонстрацию. А, в верху. Прошу прощения, да. Так приятнее видеть лица более крупным планом. Видите, видеть лица это очень важно, да? Я, собственно, к тому, что из этого мы учим, что индустрия игр компьютерных, она тоже должна сыграть важную роль социальной адаптации. То есть, это должны быть не просто игры виртуальной реальности, а игры, обучающиеся в том числе и социальному поведению. Я еще хотел добавить не только, но я считаю, что их нужно очень сильно распространить среди вот именно пенсионеров и так далее, поскольку это очень здорово им поможет в двух аспектах. первое, не быть, не чувствовать себя такими одинокими, вот, и второе, развитие когнитивных способностей с тем, чтобы в дальнейшем, скажем так, не было такого сильного упадка, то есть, не было деменции. Да, да, это вообще очень богатая тема. Мы потом поговорим, у меня есть некоторый опыт, я работал, я в царе, именно этим и занимался. Я хотел похвастаться, я хотел похвастаться. У меня даже есть, только я не помню где, у меня даже есть почетная грамма в царе. Я знаю, я знаю, Аарон очень активно обучает пенсионеров, но я тоже хотел похвастаться. Сейчас нет. Я тоже хотел похвастаться. Моя мама, которой 85 лет, дай ему до 120, а потом молекулу, как я желаю всем пожилым людям, но сейчас желать не просто до 120, а потом молекулу еще. Посчитала методом последовательных приближений корень из двух. О, три цифры. Вот так. Здорово. Пару дней назад сидела и считала и посчитала. 1,41. Хорошо. Хорошо. То есть это, а, вот эти, кстати, колонки, умные колонки, это хороший промежуточный этап между компьютером, между компьютером и обычными людьми. Потому что не надо включать, не выключать, они просто поднимают голос. А, это, ну, почему не, ну, как называется этот борт, а, 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 ну, господи. Да скажите простыми словами мы вам можем поставить. Большое, но и маленькое. Ну, робот, который понимает звуковые эти, может включать новости по... Так, подождите, это и есть умная колонка? Она, она и такую... Нет, как она, как она, как она называется? Умный дом, типа, вы имеете в виду умный дом, да? языка она называется. Ну, это как вариант умной колонки. А, кстати, она уже по-русски, да, или еще нет? Дешевая, не знаю. Мы ищем по-русски, потому что в гугле была ли левая русская версия, они ее заблокировали почему-то. Теперь у гугловских колонок нет русской версии. Вот, так, да, это, это хорошая идея, но это как бы общие мысли. А, еще одна тема. Больницы должны быть намного больше, чем сегодня. на каждого пациента в нормальном режиме должна быть отдельная комната. Потому что, во-первых, родственник в больнице это и снятие стресса с больного и большая помощь персоналу и родственнику хорошо жить в хороших условиях. И, кроме того, намного уменьшается больничная инфекция, если человек изолирован. И, третье, на случай каких-то массовых бедствий. Есть резервы? И, четвертое, это почти не увеличивает расходы на медицину. Потому что расходы на здание, оно все-таки мизерную часть от... Все, прошу прощения, но все это работает при условии, что количество больных одно небольшое. Если оно увеличивает довольно существенную часть, составляет, то... Подождите, вы говорите про мирное время или про эпидемию? Про время карантии? Я говорю о мирном времени. Если строим больницы так, чтобы в мирное время у каждого больного была отдельная палата, то в военное время получается естественный резерв. В крайнем случае вы двух больных будете. Тех, кто заразили с вирусом, двух других больных там вынуждено вы получите вместе. Есть вероятность, что не понадобится большое количество дополнительных помещений, потому что может быть, может быть, сократится количество времени, то есть уменьшится вероятность заражения больного всякими эпидемиями внутрибольничными, инфекциями внутрибольничными и с другой стороны может сократиться время пребывания человека в больнице за счет лучшего ухода. Понятно, да, логика? Ну, когда связано с дополнительным помещением, ну, это чуть-чуть. Нет, ну как, нам не нужно будет строить дополнительные корпуса, то есть может, ну, в смысле не придется строить в два раза больше. Я вот как раз хочу сказать о другом. Это звучит странно на первый взгляд, но мне кажется, надо строить много корпусов больниц. Корпуса это маленькая часть расходов на медицину. Ну, подумайте, здание, вот здание, ваша квартира, сколько там одна комната? Понятно, больничное здание, оно дороже, пусть там в три раза, но все равно это мизерная часть той тысячи, тысяч долларов в день, которые тратятся возможно, я не знаю, сколько койко-день стоит в Израиле в среднем? Если я ничего не путаю, бетуах левни платят за койко-день, бетуах левни, наверное, да? Что-то было это около между тысячей и двумя тысячи шекей. Да. А сколько стоит съем одной комнаты в квартире в день? То есть, я хочу снять комнату, сколько мне это в день будет стоить? Если я приду к вам и попрошу, чтобы вы мне сдали комнату. Коммунальными услугами, не знаю. Ну, сколько, грубо говоря, тысяча шекелей в месяц, значит, 30 шекелей в день. ну, вносите на три. Будет, если больничная комната в три раза дороже обычной комнаты, да? Будет стоить все равно копейки в сравнении с этой тысячей. Это общую сумму очень мало увеличено. Ну, хорошо. И это очень важно, потому что это заражение, особенно в приемных покоях, да, то, что мы тоже уже говорили. Я хотел спросить, вы прислали эту ссылку на Cost of Living Index CPI? Да, да, это просто когда я имейл принес, так я вам прислал. Я даже не сильно глубоко вникал и увидел, что вроде хорошая информатива. А что вы хотели сказать, прокомментировать? Нет, я просто хотел спросить, что вы хотели обсудить в связи с этим. А, нет, только то, что в Израиле средняя стоимость жизни, она обычная. Есть люди, которые говорят, что в Израиле сверхдорогая жизнь в сравнении с Западом. Нет, это как раз более-менее мы находимся там. Нам надо только, чтобы жилье стало более доступным, построить много жилья. Нам надо дружить с Украиной. в Москве строительством занимаются. А потом перестали из-за того, что это... Ну, то же самое Молдова и Румыния, кстати. Да, да. Что украинские более качественные. Они вполне Киев, Винница стали очень красивыми городами. Но они раньше... Это два города, которые я видел. Вовгорят, вообще прекрасный город. жилой фонд на Украине в этой сельской зоне был намного лучшим. То есть, в принципе, можно было провести культурные границы, говорил один знакомый. А на какой Украине, если... Курск, область Харьковская, но еще в советское время. А с тех пор стало намного лучше. Такие дома, которые строятся уже в послеперестроечное время, они намного лучше, чем строились в советское время. Единственное, что в Израиле нельзя кирпичные дома строить, да? Очень красивые кирпичные дома строятся в Ирине. Насколько я помню, я присылал вам, по-моему, ссылке на Беннета, он побеждал, что реформа в строительном секторе заморожена и даже откатилась после правительства. Ну да, в области цемента, да, я помню. Нет, он хотел еще, кроме всего этого, он хотел еще открыть рынок для строительных подрядчиков зарубежных. Кто хотел? Беннета не был? Подождите, Беннета. Ну, это было один из... Подождите, на какой должен? Я не... Нет, он не мог этого сделать, он хотел... Это был один из пунктов программы его пара. Ну да, тут мы его полностью поддерживаем. Тут мы его полностью поддерживаем. Правый, Ликут и Ямин, то есть они очень активны, я не знаю, по какой причине, боролись за открытие строительного... Более того, более того, Аарон, мы с вами уже говорили о том, что это спасение жизни. Открытие строительного рынка это спасение жизни, потому что добрая половина жилого фонда не сейсмоустойчива. И теми мощностями, которые есть в Израиле, его еще 50 лет будут обновлять, вряд ли обновят. А если пустить подрядчиков иностранных, они могут и за 5 лет справиться с этой задачей и сразу и решить проблему нового жилья. Потому что когда укрепляется, достраивается или сносятся старые, строятся новые чуть большего размера, это очень быстро могут сделать. Ну да. И это спасение жизни. Это вообще удивительно, потому что в Израиле как бы разгильдяйства много, но когда говорят о спасении жизни, серьезно обычно к этому относятся. И тут как-то вот этот акцент почему-то слабо звучит. Я не знаю, как это притянуть к нашим другим темам. Хотя мы уже договорились, что мы вольную беседу тоже готовы себе позволить. Да, вольную беседу, в том случае это вольная беседа. Чтобы наши встречи не стали скучными для нас и для субтитров. Хорошо. Давайте. Но это в любом случае это не на время карантина, это однозначно. Как? Нет. На время карантина людям надо развлекаться, тоже поднимать настроение. Что вы их будете одним вирусом пичать? Я прошу прощения, я напоминаю, что за Алекс... У вас нет времени, да? За Алекс... Нет. У меня нет времени. Я напоминаю, что за Алексом до... Он хотел рассказать про развитие образования... Образование вообще... Германия. Германия, да. Но это... Но я там понимаю, что это завтра. Правильно? Подожди, а как завтра? Или вы хотите сейчас? Нет, нет. Подождите. Вы хотите три раза в неделю встречаться? Нет, давайте, давайте, вы правы. Я просто сегодня ем шриши. Я принес на сегодня, потому что завтра я еще не уверен. Я давно не ходил к Илье Дворкину на его семинары по средам, потому что у меня были лекции, я был очень устар. Хорошо. Я понял. Давайте... Если я не пойду, а вы захотите, можно попробовать завтра тоже. Хорошо. Я просто, чтобы эта тема не провалилась. Хорошо. Я расскажу это. Хорошо. Все. По-моему, вас надо отпускать. вы затягиваетесь, но я знаю, что вас надо отпускать, да? Хорошо, да, спасибо. Всем привет. Я надеюсь, что вы доведете запись до конца, да? Ну да, вы можете свою отключать. Или хотите остатки, ну как хотите. Я, наверное, уже выхожу. Можете выключить. У вас будет та часть, где мы были вместе. А у нас будет остатки. Все счастливо, всего хорошего. Спасибо большое за участие. Аром пытается кнопочками вот, уже нажал. Вот, так что ну да, мы будем ждать ваши какие-то еще. У меня на самом деле, Александр, может еще минуты 3-5 тоже уже как бы ресурсы времени подходит к концу. Но вы как-то мало говорили сегодня. Ну, потому что я могу сказать, потому что в основном вы же рассказывали свою модель. Ну да. Мы ее обсуждали, да. Поэтому мало, но я там делал с вас следующие замечания, там, как и что. Вот. Я думаю, что в следующий раз это будет основное. Надо все-таки посвятить немножко по самой последней теме. Как занять людей, грубо говоря. Как занять тех, кто лишился работы, или как их развлечь тех, кто сидит дома? Это не взаимоисключающие категории. Это связанные темы, чуть-чуть разные, потому что дома вынуждены сидеть те, кто развлекался раньше на улице. А какие мысли? Ну, скажите сразу вас. Раз вы говорите, значит, какие-то мысли уже есть. В принципе, да, есть. То есть, в данном случае, то есть, помните, мы с вами упоминали иерархию массовую? Да, да, конечно. Вот. И поскольку, грубо говоря, там, так сказать, самые нижние уровни, мы считаем, что они удовлетворены, развиваются воли следующие. То есть, в данном случае, самореализация, самоактуализация. Творчество на Zoom. Да, творчество. Разные группы на Zoom. Вот. Да, и, по-видимому, нужно как бы стимулировать создание вот этих вот самых групп, кстати, о которых говорил в свое время Леон Боркин, повторяя, это уже творческие сообщества. Да, да, это прекрасно. Это прекрасно. Вот. Ну, вот и наша группа, между прочим, мы в реальное время, вы, Аарон, и я, вряд ли бы так часто могли встречаться. Нет, совершенно однозначно. Наверняка, что нет. Наверняка, что нет. Ну, может быть, в общем случае раз в месяц. Это в лучшем случае. Вот. Так, а какие еще мысли? Какие-то конкретные мысли? Какие, груши, что-то такое? Или просто пока одного на одного? По-видимому, по-видимому, нужно еще, чтобы, опять-таки, это мысль, это, возможно, я дам он легко критиковать, но нужно что-то такое, чтобы какие-то реальные, из этого ходили, какие-то реальные продукты. То есть, не знаю, это могут быть статьи, это могут быть там фильмы, это могут быть, не знаю, музыкальные произведения, чтобы что-то такое, чтобы у людей, ну, грубо говоря, ощущалось, что вот это будет нечто есть. Ну, вот круглые снары. Что можно ощутить. Да. Круглые снары, вот как наш круглый стол, если кто-то к нему бы подключился, и вот еще, или, по крайней мере, если кто-то смотрел, хотя. Вот. Да? Ну, да, после этого круглоса нужно такие, чтобы это, как минимум, что-то были какие-то там, ну, несколько там статей и так далее. Работ, которые дальше могли бы просто стимулировать дальнейшее. Согласен. Согласен. Вот. Ну, хорошо. Или еще какие-то мысли? Вот. Ну, вот пока вот эта мысль, и, в общем-то, я не знаю, может у вас тоже будут какие-то мысли. Грубо говоря, чем занять людей. Кто-то это, понятно, будет это совершенно спокойно, может быть, в этом перестроить типа компьютерные игры. А вторая, другой крайний вопрос. А как жениться по Зуму? Для молодых людей встречать своих будущих партнеров. это важная часть их активности, да? Да, да, это довольно важная часть активности. Значит, им придется встречать на интернете, а если в условиях карантина, им можно будет разрешить, только если уже они хорошо познакомились в интернете и решили жениться, вот тогда им будет разрешено встретиться физически. Но уже придется делать хупы. Ну да, но я не знаю, тут одно сильное но, я считаю, что в общем-то одно дело общаться по Зуму и другое дело вот конкретные действия, в которых кто-то должен что-то делать, когда вот люди друг с другом общаются. вот. То есть это не только и ухаживание, допустим, поведение, поведение, как когда люди вместе, ну, при встрече, то, что называется шедух. Да, то, что при встрече, то есть, как бы, что они решили пожениться до того, как они, вот. Нет, подождите, вот люди на шедухе, они встречаются там, на лавочке сидят, ну, будем говорить о религиозном, на лавочке сидят или где-то в общественном месте посидели, пообщались. в общественном месте, как они реагируют, как они реагируют на действия другого, как они реагируют на действия партнера в присутствии, допустим, других людей. О, то есть, нужны векуальные очень важные элементы. И зачастую именно из-за этих элементов, кстати, там случаются или наоборот расстраиваются братья. Вот. Зом в данном случае не поможет. Подождите, подождите, он просто обскроет эти все изменения. Вы меня просто не даете высказать прямо то, что вы тянете меня. Ну, нужно компьютерную среду лучшую, чем Zoom организовать, где человек одевает эти очки и у него полное ощущение, что он рядом с другим человеком и другие люди присутствуют. и полноценная как это body language, да, язык тела, да, и вообще можно в парке сидеть, да, в такой виртуальной среде, где не выдуманные другие люди, а настоящие другие люди будут присутствовать. Не будет ли это розовыми очками? Ну, это будет уже приближение, ну, по крайней мере в эту сторону надо двигаться. А что вы предложите, если, допустим, серьезный карантин, где люди вынуждены год сидеть, так чтобы люди не женились? Мы, кстати, вот на эту тему, это самая первая тема, которая пытается поднять вопрос, потому что, грубо говоря, вы сказали, что этот карантин может неопределенно долго продолжаться. Ну да, ну, к примеру, год или полтора, вполне может быть, кто-то скажет, вы знаете, через полтора года вполне может быть прививка, вот тут уже какой-то процесс обнадеживающий идет. Но полтора года нам надо пробыть в серьезном ограничении. Вот. Я не знаю, вот на этот, вот это, вот то, что довольно, тут два момента. Первое, что довольно долго это будет продолжаться. Это вот надо. Ну, кроме шедуха, второго вопроса, то, что вы подняли, как, грубо говоря, молодым людям общаться. Да. И у меня на этот вопрос, на этот вопрос, если так сказать, полноценного ответа, нету полноценного, я не сказал частично, это то, что вы предложили, но это частично, я считаю, что только частично может. А как в второе время женились там, я не знаю, в таких настоящих религиозных семьях? Сколько, вот я видел грузинский фильм, израильский грузинский фильм, может, вы его тоже видели? Ну, нет. Там молодой человек, у него роман был, грузинский молодой человек, у него роман был с женщиной, которая уже была с ребенком. А, я знаю, да, я видел этот фильм, да. А потом его, значит, силой, отец там пришел к этой женщине с саблей и показал, а потом ему делали шедух. И как, вы помните сцену шедуха? Значит, они в эту комнату зашли с ней общаться, сели на диван, а до этого маленькая сестричка забежала и залезла под кровать. Ну, да. Чтобы все было нормально. Ну, вот люди так встречались один, два, три раза. Потом им приходилось делать решение, жениться или нет. Не так уж и много у них такого общения в разных обстоятельствах было перед таким решением. Может, другое дело, родители в дырочку наблюдали на свадьбе, как этот будущий жених, как он на чужих свадьбах, как он себя ведет, как он общается там с приятелями и так далее. За его социальной жизнью подсматривали, да? Да. Ну, в общем-то, вы знаете, этот самый, там, ну, был довольно высокий процент разводов. То есть, здесь не было, а сейчас есть довольно высокий процент разводов. 150 лет назад может, был высокий, там, было там 5-3 процента, а не... Прошу прощения, я читал, что еще в начале 20 века... Я говорю про еврейский религиозный круг, не обратите. Я говорю, в Одессе уровень развода был тридцать, Тридцать процента. это, наверное, это еще... Я думаю, там уже было очень много светских в начале 20-го. Вот. Я думаю, что это в светских кругах. Ну, да, то есть, Одесса, она вообще никогда... Там было высокие... Там не все были очень... не, в религиозном мире был маленький уровень. Вот. Но это было еще до революции, я просто говорю, что было третий раз в год. Ну, это было прогрессивное место Одессы. Так, шедухи, важная тема, безусловно. Где вы еще видите трудно решаемые проблемы? Ну, в паре, в паре, в паре... Трудно решаемые, это остаются вот две проблемы основные. Это вот то, что я говорил, долгосрочные, долгосрочные карантиты, чтобы на долгосрочное время. Да. Это и чтобы соответствующим образом, чтобы убедить людей, чтобы они, вот, так сказать, согласились на все эти меры. Это должен быть харизматический лидер, это должен быть Черчилл, мне кажется, новый Черчилл. Харизматический лидер, который увлечет людей, ну, это если общество везет и такое появляется, да? А если меньше везет, и не появляется. Да, знамятое выражение, что я вам ничего не обещаю, только кровь, пот и слезы. Да, и тем не менее эти слова поддерживают людей, да. Но, но надо забывать такую вещь, что время, в общем-то, в Англии не было выборов, когда-таки первые, в 45-м году, летом 45-го года, они такие, состоялись, эти выборы, эти выборы, черчилл проиграл. Пришел к власти Либарьевича. Он уже не был нужен, он уже не был нужен, война закончилась. Ну, ну, да, то есть, это вот, то есть, вдохновить людей, объективных трудностей вы не видите, а больше трудностей, как вдохновить людей, чтобы на это пойти. Ну, да, остается открытым. Значит, по крайней мере, нам нужно наблюдать, если сегодня хоть кто-то харизматический, кто, вот, опять мы вернулись, что даже яркого журналиста у нас пока нет, но, может, вы ему покажете наш сегодняшний, сегодняшний, эту запись, может, она его продвинет. То есть, нам надо заразить ярких людей, кого-то, попытаться убедить кого-то из ярких людей, и я надеюсь, что это хороший путь. Ну, следующее, если не завтра, то в воскресенье, да? Садокраждан, давайте в воскресенье, хорошо. В 20.45. Да. То есть, в воскресенье, я бы, как основное время, оставил в воскресенье и втором, если у вас нет возражений. Хорошо, пока это вполне устраивает. Все, я надеюсь. Но в воскресенье, тогда, тогда, соответствующим образом, тогда будет в свою очередь моим... Все, все, берите сцену, и я очень извиняюсь, что я так вероломно, меня, я даже не спросил, как следует разрешение. Да. Вероломно сегодня отнял, но все, в следующий раз вы компенсируете. Хорошо. Ну все, спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Счастливо. Счастливо.